По словам работников областной станции переливания крови, в последнее время все чаще доноры к ним приходят организованными группами. Это могут быть коллективы различных предприятий или же, как сегодня, студенты. Около 40 человек, учащихся строительного колледжа, совершенно осознанно решили сдать кровь. Правда, мотивация у всех была разной. В первую очередь помочь, наверное, людям, а во-вторых, дали два выходных. Может, кому-то это спасет жизнь. У меня было желание узнать свою группу крови. А вот еще раз пойдешь? Да, мне теперь хочется этот донор России значок получить. До заветного звания парню еще очень далеко. А вот Маргарита, руководствуясь примером отца, который является почетным донором, вот уже на протяжении года сдает кровь регулярно. В этот раз она предложила своим сокурсникам составить ей компанию. Было очень приятно, когда мы повесили объявление, и один за одним ребята писали, приходили, подходили ко мне. И было очень здорово осознавать то, что молодежь неравнодушна к проблемам общества и в любой момент готова прийти на помощь. Студенты строительного колледжа хотели бы стать примером для подражания. Ведь таким образом они не только помогают людям, но и пропагандируют здоровый образ жизни. Ведь только действительно здоровый человек может стать донором. Для того, чтобы стать донором, конечно, нужно иметь хорошее здоровье. Это раз. Это в первую очередь инфекционные заболевания, которые передаются через кровь. Контакты или в семье кто-то болел желтухами. То есть это гепатита А, В, С. Сифилис, ПИД. Это является абсолютным противопоказанием. Ну и имеется и временное противопоказание. Например, когда человек сейчас операцию сделал, это через год. Например, гриппом переболел, это через месяц он придет. Или какие-то лекарства принимает. Например, через две недели после приема лекарственных препаратов. То есть имеются ограничения абсолютные и относительные. Также кровь не берут у тех, кто весит менее 50 килограммов. Ведь средняя физиологическая доза крови, которую сдают доноры, 450 миллилитров. За год женщины могут сдать донорскую кровь 4 раза, мужчины 5. Сделать это можно в любой день, кроме выходных, с 8 утра до часу дня. А буквально 7 и 8 февраля в Рязани пройдет очередная акция безвозмездного донорства «Река жизни». На этот раз ее посвятят Международному дню больного человека и Дню детей, больных раком. Доноров ждут на двух площадках – в областной станции переливания крови и в отделении переливания крови в ОКБ. Напомним, кровь могут сдать только здоровые люди старше 18 лет. Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город».